Мы находимся на тренажёре по имитации работы портовых буксиров. Тренажёр разработан и лидером компанией Контур. Сейчас наступаем к выполнению упражнения с лалом, используя различные варианты анимирования с помощью интервью поворотных насадок. Минимально доступным режимом эксплуатации наших колонок 20% начинаем режим. Первое, что я отработаю, это быстрый поворот вправо и выйду в зону так называемого полигона. Мы разработали этот полигон для того, чтобы отточить навыки каждого из участников тренера. Показываю манёвры. Работаю только правой машиной. Главное научиться контролировать скорость. Меньше энергии. Это больше с точки зрения АСД управления. При данной погоде, при данных условиях атернационных всегда нужно использовать минимум энергии. Естественно, очень важным параметром является скорость передвижения и скорость выполнения манёвров. Данный буксир очень хорошо реагирует на команды оператора. Малейшее промедление или задержка у оператора в подачи команды вызывает серьезные неприятности в держании позиции или в отработке манёвров. Сейчас я двигался на скорости четыре с половиной узла. Но выйти на полигон я хочу со скоростью не более двух узлов. То есть, по факту, чем плавнее, чем аккуратнее будет получаться у оператора отработать манёвр, то тем безопаснее этот манёвр будет в реальность выполнен при работе вблизи с каким-либо буксируемым объектом или объектом буксировки. Также очень важно уметь удерживать нужный курс с помощью интерновых поворотных насадок. Это требует практики и является одним из основных навыков. Почему? Потому что при выполнении эскорта судна, двигаясь кормой вперёд, анонсом по направлению к судну под эскортом, может возникнуть ряд весьма неприятных ситуаций. Итак, я захожу между двумя целями нашего полигона. Расстояние между целями эквивалентно длине корпуса нашего буксира. Вхожу я в манёвр на пяти узлах. Теперь я остановил одну машину и дальнейшие манёвры буду выполнять только с помощью правой колонны. Видно, скорость заметно поубавилась после вывода из состава оборудования левой винтовой водоводной колонны. Обратите внимание, что у нас нет резкого изменения курса, нет резкого изменения позиции. Каждое наше действие выполняется наперёд. Далее контролируется поставленная задача. Если что, то конвертрастом или обратным действием компенсируется ранее заданная команда. По началу может не получаться, но данный тип буксиров считается одним из самых манёвренных на сегодня, в достаточно хорошем тяговом усилии. Поэтому считается одним из основных направлений буксиростроения. Почему? Потому что ASD буксир практически без потери существенной мощности может создавать тягу в любом направлении в зависимости от поставленной задачи. Наш слалом начинается с дистанции между целями с трёхкратным запасом по отношению к длине корпуса буксира. Но я специально выбрал конечную часть слалома, где расстояния уже сужены до длины корпуса. Длина нашего буксира 30 метров, ширина 11 метров. Такой классический вариант азиментарного буксира, построенного 1 к 3 при использовании соотношения длины к ширине. Есть такая тенденция строить эскорт таги или эскорт буксиры в соотношении 1 к 2,8. 2,8 в ширине это будет одна длина. Прошу заметить ещё раз, напомню вам, что мы используем сейчас только одну машину. Всё, что вы сейчас видите, происходит с использованием правой витролюбой поворотной насадки. Скорость по приборам на момент разворота 0. Максимальная скорость переднего хода на этом упражнении до трёх узлов. Вы можете выходить из манёвра со скоростью до трёх узлов на правую инерцию, развернуться вокруг правой насадки, то есть под корни сделать на нём и резко. Но главное, вернуться снова в косевой линии полигон. Адаптация к модели данного буксира у меня лично при наладке упражнений забрала около 2-2,5 дней. Это уже с устойчивым удержанием курса при эскорте подвижной цели на скорости 5 узлов. Я пытался идти вдоль цели и удерживаться в носовой оконечности судна на эскорте. Почему? Потому что самым сложным манёвром считаются манёвры по удержанию носа к носу при скоростях 5 и более узлов. На более 5 узлов эскорт балл-то балл считается небезопасным. Малейшее замешательство на любом из объектов, будь то судно-цели или буксире, и мы будем иметь с вами весьма неблагоприятные ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Его строк initially periods Существует? Увидимся, что вы получили Гребе 3.2 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 Гребе 20 или 25 сUA здесь Гребе 2.3 Боже и еще Люблю Гребе Граще Граще Пожалуйста, представьтесь. Работаем на тренажере Багин Константин, компания «Гаспианавшор Констакшн» Давид Магомедов, компания «Гаспианавшор Констакшн», старший помощник капитала. Под руководством инструктора Димбинского проделываем упражнение с лолом для АСД буксиров. Каждый слушатель работает по 15 минут, используя только правую руку для адаптации. Планируем проделать все те же упражнения с левой рукой, обеими руками и только при работе с РПМ. Таким образом покроем базовые навыки, возобновим их, адаптируемся к тренажеру и будем готовы к работе на канале в узкости. Да, ребята, согласны? Да, согласны. Капитан Константин взял командование на себя, работает под инструкциями преподавателя. Добавь обороты еще 10% нагрузки. Сейчас сколько будет? 30. 31? 4,3 угла. Обратите внимание, опять же, напоминаю, все маневры слушатель выполняет исключительно с одной насадкой. Сейчас у нас происходит расхождение целей на слоломе. Давай мы его пропустим. Сейчас ты проходишь в эту пару бую и уходишь дальше. Мы сейчас протянемся чуть дальше, пропускаем вас в следующую пару. Потом следом за вами в нее же будем заходить. Работаем с так называемым С-маневром, который считается классическим при начале СД-тренинга. Контролируем расхождение с целью. Цель справа у аборта мы уступаем. Капитан Константин лидирует на маневре. Рассчитываем Разработать план действий для работы в канале Порума. Давай за ним следуй. Можно ему по центру идти. А сейчас я пойду на кормовой мостик. Ребята, отлучусь от вас на пару минут. Я вам доверяю Константин. Упражнение заняло 8 минут. Проход в одну сторону занимает около 8-7 минут. В принципе, успеваем сделать по два прохода для одного человека. Иду на мостик А. Как дела на главном мосту? Хорошо. Наш полигон, но на opposite view. Видно судно-цель. Пожалуйста, представьтесь. Абилтаев Нурголиз, наш помощник. Понял. Маневр уже отработал. Ожидаю своей очереди. Коллега. Меня зовут Олег Михайлович. Я Китакан. Очень приятно. Все идет под контролем. Все. Всем спасибо. Слово Дмитрию. Господа офицеры. Господа офицеры. Я надеюсь, день для вас был более-менее плодотворный. Несмотря на всю вашу практику, все-таки для себя немножко поняли новые элементы. Мы увидим людей, которых плодает фракции. Мы пытаемся привыкнуть. Почему? Почему это все идет? Это очень важно, потому что завтра мы начинаем работать в парке. Там нужны минимальные усилия. Это мы говорим с нашего опыта на прошлой неделе. Тяжело. При условиях ветер, гаран немножко начинает либо то, либо это, либо сюда. И вы не удерживаете трос или что-то еще. Поэтому сегодня мы попытались, несмотря на весь ваш опыт, вам дать привык на симулятор и одновременно отработали ваши скил по управлению VRK, которые нужны нам реализовать. Что я хочу сказать. Группа, как по мне, у всех достаточно. То, что я видел, по крайней мере, на одном моем сети был, он увидел две группы, у всех хватает опыта управления VRK. Это очень важно для дальнейших игралов. Это очень хорошо. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, кто-то может там промоить сразу, кому-то надо найти немножко линию центра, но у всех хватает опыта. По крайней мере, это мое мнение, не знаю, поддержишь не путешествие. Поэтому база, да, работа на завтра, день два и день три, работа с вашей, работа в канале, работа на поп-сиди, работа на завтра.